Друзья, здравствуйте! Добро пожаловать в 18 выпуск второго сезона «Пути со дна» с прокачкой с нуля в Escape from Tarkov. Сегодня в выпуске есть твёрдое желание закрыть два недобитых квеста на берегу с пометкой «Место питания Санитара», а также с офтальмоскопом того же Санитара. Попутно постараюсь найти одну оставшуюся флешку по квесту для Егеря. Алькатрас, Блокеукас, Роман, Митяй и Хайлигер. Огромное спасибо за доброе слово и поддержку. От премьер решил отказаться, продукт сырой и требует доработки. Качество видео отвратительное во время премьеры. Это стало одним из решающих аргументов в пользу отказа от этой функции. Ну что, погнали? Всем приятного просмотра! Добрый дядя-прапорщик вернул мне по страховке Ксюху, Мосинку и Корунт. Возня начнётся сегодня с коллег, части 2. Мне нужно будет забрать офтальмоскоп с маркировкой санитара и свалить с берега. Для лыжника игра наверняк, два медконтейнера у санатория и коттедж надо будет пометить. Тарковский стрелок, вторая часть. Делать попадание в ноги с расстояния более 40 метров. С болтовки два выстрела в ноги осталось. Я думаю, это не проблема. Сегодня тоже закрою. Делать всё это дело, очевидно, будем на берегу, потому что по четвёртому карателю мне также, может быть, попадётся какой-нибудь типчик. И получится его в балаклаве, жилет дикого натяну и может получится кого-то подстрелить ещё. Первый рейд я, короче, пойду на резерв, за дикого схожу. Надо найти эту флешку. Очень хочется сдать этот квест. Это висяк на данный момент. Поэтому надо от него избавляться, чтобы дальше прокачивать квесты егеря, чтобы росла лояльность у егеря и всё такое. Поэтому берём дикого, мешок у него там мощный. Сейчас добрышко насыпем туда. План поискать в двух конях, белый и чёрный, заглянуть в штаб и на выходе. Там у диких обычно всегда этот выход, по-моему, работает. Но сколько я заходил, всегда работал. Так что по картотекам. Но если найду флешку, то пофиг, что у меня рюкзак огромный. И даже если не будет лута вообще, главное флешку мне, в общем, вынести. Это моя главная задача. Во, нормально. Почти 40 минут, 38. Это я где появился? Это учебный корпус, да, походу? Да, точняк. Ну, значит... У меня штаб тут рядом совсем. Можно и с него начать. Хотя бы, по крайней мере, эту комнатку глянуть. Серверную. Во, кто-то там вляпался. И в чёрного коня чухнем. Вот, вот здесь серверная. Можно добрышко надыбать. Валяется DVD-привод. Тут может быть скрытый. Тут может валяться хлам. Но, походу, ничего нет. Ну, ладно. Пошли тогда в чёрного сходим. Оттуда начнём, как и планировал. Ты чё творишь, блин? Меня своей же завалили. 55 секунд хватило, чтобы... Всё, рейд завершён. Да, я прошёл, получается, квесты все. Нормально. У них там приняты, так что ли? Я фиг его знает. Пошли за ЧВК тогда. Пойдём на берег в 10.20. Страховать будем Мосина. Сайгу не буду страховать. Да и всё, в принципе. Больше ничего мне не понадобится. Пошли тогда нормальные квесты делать. Может, на берегу по пути где-нибудь в картотеке заглянем и найдём. Или, может быть, в тайниках. А вообще, по-хорошему, было бы возле коттеджа где-нибудь спавноноться, забрать офтальмоскоп, сделать тарковского стрелка. А потом под санаторий уже буриться. О, я прям под чупа-чупсом. Нормально. В принципе, проблем нет. Значит, я не в начале рейда возьму квестовые предметы, эти, офтальмоскоп, которые... А, прям возле выхода. Тогда можно и тарковского стрелка сначала дозделать, да? По старым тропинкам. По морям чё тут наверху, по картотекам, по сейфам. Если сейчас тут найдём флешку, то я тогда на Норвенский дёрну. Там попробую выйти. Или в проход между скал можно за... Нет, туда дальше, по-моему. Посмотрим. Флешку найдём там, будем уже думать. Если нет, то... Давай на план покажет. Да ладно, опять? Нет. О, сюда вот эта добрыжка. Ништяк с планшетом. Ничего не пропадает. Ни рубрики, ни ключики. Ни доллары. Плюс-то даже и... САС в диск можно. ССД диск можно туда же, по-моему. Не помню, САС можно, нет? Что-то... Отшибло. 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 Отбota. Можно забрать, если что, продадим Копейка, как говорится, рубль бережет Ладно В общем и целом тогда Пошли на бережок, что ли, ближе к воде Мазик Нормально, продадим Сейчас посмотрим в портовой, там стопудово должен дикарь какой-нибудь лазить А лучше два А мне хотя бы один Хотя бы на Гаеву Можно даже не целиком Что там, есть кто? Выходи Есть О! О! Снайперские винтовки до первого уровня улучшены Где совершенствуется? Нет, трудило совершенству Значит я попал, получается Да, попал Все, одно попадание осталось И он теперь там загасился И вот сиди и думай теперь Ждать его оттуда Или дальше идти В прошлый раз я забил Что было логично Так и никого не нашел потом А сидеть здесь до Талова тоже не вариант О! Возня Возня на лазурки Ага Хорошо Мне это нравится Раз внимание все туда На ту сторону На сторону лазурки Значит на коттедже Можно будет спокойно зайти И сделать свое дело грязное Ну давай Мне человек нужен Покажи свои ноженьки О! Идет по-моему клиент Точно А летящей походкой Бам Ну да, ну да А ты хорош Занык А слушай Может быть мне его тогда И не надо убивать Если там Вся возня происходит Давай его тогда Оставим как сигнализацию Он же мне больше не нужен О! Не понял А вот это Не прикольно уже Как-нибудь тогда Я на Норвенский Не пойду тогда Это может быть Тупиком Давай здесь Проскочим О! Вижу-вижу Понятно Тот самый момент Когда играешь В игру В которой стреляет Не прицел А ствол Давай Манок Тогда закинем На заправку Я предлагаю Гранатку Кидануть им туда Те Кто в стороне ГЭС Сейчас Шарятся Они сюда Как раз Внимание Своё Обратят А я А я чё А я ничего Я свалю Как раз Очень богато Опачки Твою мать Не-не-не-не Не-не-не Без меня Пацаны Не-не-не-не здесь нормально можно было косо проскочить они до сих пор там что-то постреливают и уже кстати к воде спустились похоже блин ладно занимаетесь у меня квест автальмоскоп тогда заберу раз уж я возле выхода сразу тогда на выход и пойду европейские сервера что творят увижу во видалка хорошо внимание это привлекают выстрелы повылазили со всех щелей найс отличный тайминг братюня да фиг его теперь искать надо высоты высматривать выцеливать пошли по своим делам манал я другой раз не хочешь не надо заберу лучше автальмоскоп пожалуй и выйду на тоннеле спокойно зато закрою два квеста возьму новые если появятся и уже тогда можно будет со спокойной душой сразу идти наверх туда на лазурку и где бы я не заспаунился у меня везде будет хороший спаун так что давай прежнего плана будем продерживаться план не хатрый но рабочий так что там у нас ивент уже закончился возможно и тут санитарище кто-то бегает дикий ты чьи их будешь вижу обычно дикий вроде вот классно железки отрикошетила гильзы приятности зеленого пороха бпшки будем варить в убежище 762 а тут уже открыто все но я так и полагал что вот этот снайпер который на горе был на гряде скорее всего этот снайпер с этой стороны со стороны тоннеля шел и он скорее всего это все добро уже тут и зачистил и куртки и все на свете и так смотря аккуратненько еще дверь прикрыл грамотно все сделал вот она в томоскоп в горшке цветочном и все тут больше делать нечего похоже да даже закрытый сейф вскрыл хорош хорош все идем в тоннель тогда домой реле заберем мне по моему еще нужны там руляхи какой чё по барахлу по хламу мне еще нужно так что два ящика с хламом которые у меня есть они работают работают еще это чуть позже потом когда немножко разгребем с убежкой один ящик с хламом можно будет продать за ненадобностью мне одного за глаза хватит чтобы держать там антиквариат какой-то или еще какие-то предметы опа а чё руки-то трясутся нормальные все готов так чисто для прокачки а то егерь опять придет скажет до третьего уровня качай в навык владения снайперскими а у меня только первый вот второй только качаем потихоньку вот что такое все неплохо не дурно не дурно все что хотел сделать в принципе сделал я не планировал ходить на лазурку да там и кипиш какой-то сильный был лучше я пару квестов закрою так что рейд хороший быстрый и продуктивный итак коллеги часть 2 завершаем сдаю офтальмоскоп закрываю квест забираю награду и в награде препарат п 22 который нужен будет мне для миротворца а предметы которые в награду за квесты выдают они с галкой так что он подходит для сдачи дальше игра наверняк я забыл совсем медконтейнер у коттеджа пометить честно говоря что-то про санаторий подумал что не пойду и сюда забыл мне нужно будет еще раз вернуться к коттеджам и потом наверх лазурку и закрываем тарковский стрелок вторую часть все мы тут наделали настреляли что хотели забираем награду и сваливаем отсюда тарковский стрелок часть 3 убить бойцов чвк с расстоянием меньше 25 метров используя болтовые винтовки троих надо убить но это все мы будем совмещать с другими квестами на заводе где еще на 25 метров то меня подпустят только на заводе сдаем образец p22 инжектор все еще одна галочка ну давай еще раз попробуем за дикого что ли на резерв он у меня освободился ты что флешка сама себя не найдет надо искать погнали еще раз вот такие вот дела заспавнил так заспавнил а я что-то вообще первый раз тут появлю хотя я диким то тут играю два-три раза за вайп и то в прошлом вайпе я по моему даже не спускался сюда за дикого не запускался точнее где тут вообще чё тело лежит смотри на мана на мана кипарик полумазка вместо помпона можно рюкзачок а почему он рпс говорит это же не рпс что такое а вот рпс короче надо рпс взять выкинуть походу куда-то да можно даже свою скинуть на пару ячеек больше пилбокс ой это хороший рюкзачок можно мбсс свой кикинуть тоже больше будет хотя разница но зато можно будет сразу быстро перекидывать причем открывать ящик видя мой рюкзак в рюкзаке и кипарик можно зацепить помпонг такой красненький палевный о о красавший какой боец тупо боец эта дверь по моему юзабельна и она куда-то да выведет я думаю честно говоря я туго тут ориентируюсь в подземках этих но если есть дверь которая ведет в коридор значит рано или поздно мы выйдем на поверхность а это походу свеча да свеча возле депо да точно ну нормально зато здесь конь близко белый черный сразу тогда туда и двинем вон стоит какой-то красавец вот отсюда незаметно и начнем свои поиски поиски и приключения опачки опачки можно сразу куда-нибудь кидануть так вот они картотеки о водичка ну давай родненькая кто-то по металлу бахает дикие скорее всего носится стопятый он у нас имеется вон 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 kem мы пойдем тогда спускаться что от сюда с первого этажа можно начать Тут еще пару ящиков с картотеками. Челобот, похоже. Так что все свои, не стесняемся, шаримся. Главное, чтобы он не шмальнул, а то... Че за хрень? Прошмыгнул. Да брать свои. Зачем, бля, че? А то какие-то тут нервные все. Крался, крался, даже не понял, кто вышел и начал стрелять. А может ты понял, может, я не знаю, тут карма как-то по-любому работает. Тут пошарились уже, хорошо пошарились. Главное, картотеки не тронули так же. Это норма. О, забурился. Ну че, неплохой день, да? Четко все. Блин, не отвечает. Это не свита подъехала? Да, я так и думал. Все, это челоботы. Причем они гоп-компанией двигаются. Нормально. Надеюсь, ты своим там скажешь, что тут, типа, свои. А вот нафиг вы за мной бежите? Я так и думал, что он это сделает. Даже не сомневался, что вот так вот зайдет челоботы, шмальнет. Честно, я прям предчувствовал. Какие-то они тут не алло. Че-то как-то Германия, Франция. Налло, в Шанель. Покушать, попить надо будет. Можно валить дальше на бережок, доделывать. А, маяки надо взять, не забыть. Пойдем на берег в дневное время. И все тут застраховано. У нас больше ничего страховать не надо. Поехали. Где бы я ни появился на карте, в любом случае мне нужно будет валить в лазурку и через коттеджи. Если я там появлюсь, то вообще будет классно. Втыкаю маяк на коттеджах, поднимаюсь, втыкаю там маяк. Можно будет еще по тайникам по пути поковырять. Может в тайниках найду флешку последнюю. Ну, окей. Опять меня суда заспаунило. Делать мне тут особо нечего. Только баловаться, если. Давай, давай. Рязь. Пошли посмотрим, что там. Тайничок. Что скажешь? О, шлемак. О, аккумулятор. Правда, он не нужен мне уже. И стоит он не алло. Ну, кто-нибудь найдет, обрадуется. Вроде никого. О, можно на чупик идти. Это что, рикошет был? Или тут утрется? Ну, ладно. Мать твою. Офигеть. Я чуть не обделался. Ламагарта ТВ. Хочешь грязи, Тарков? Будет тебе грязь. Пойду тоже тогда без ничего с одной мазенькой. Чувствую, как вот этот комментарий пишет. Это тебе не твои сервера, это вот Европа. Добро пожаловать в Европу. Ладно, ладно. Наказали. Да, на Европе очевидно, что другой совсем геймплей. Но ничего, я здесь временно. Мне только юсеков настрелять, жетончики их надыбать. Да и вся любовь. Так. А я ни одного патрона не взял. Нормально. Твою мать. Да выпендривался. Грязи хочет Тарков, да? Ну все, все, скидываем, что. Я не знаю, голыми руками, блин, хоть может... С какой сухой ветки дрын выломать, я не знаю. Хоть что-нибудь, как-нибудь хоть что-нибудь отбиваться. Или воротину какую-нибудь взять, с собой таскать. Если что, спрятаться за нее. О, ну очки, конечно. Мне вот сейчас в цвет очки. Будем пытаться выбраться из ситуации. Я патроны забыл. Дайте вот этому парню... Премию года. Как они? Как шнобелевская премия же есть? Так и у меня тут примерно шнобелевскую премию мира. Ну хоть патроны нашел. Ладно, если какой-нибудь пестик найдем, будет вообще замечательно. Пистолет-то, я думаю, шансы есть найти. Только вот надо прикинуть, где поискать. Нужны тайники, оружейные ящики. Как минимум. А где они есть? Тайников-то, конечно, куча. И тайники я, благо, знаю, что здесь. Они и на болотах есть, и в деревне. Их тут добротно напичкана по краю карты, по крайней мере. А, тут же еще в магазине, в гастрономии должен быть, да? Оружейный где-то ящик. Ну-ка, 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 пока никто не пришел. Парагонка, незаметно. Дай пушку. Блин. Модули дает. Зачем мне модули? Ну давай, родимый. Хоть гранатку какую-нибудь. Я хотя бы дикого какого-нибудь под этого поджарю. Может, с него какую? Пукалку выцеплю. Выцеплю. Бинт возьмем. Я думал, пистолет. Уже обрадовался. Пистолет. Нет. Нет, газан. Я не могу уже через баллон перешагнуть? А че так-то? Я же натренированный. Ладно, ничего не найдем, если пойдем в наглое, попробуем маяк поставить. О, тозик есть. А патронов пусто. Ладно, хоть какой-то шанс у меня есть, по крайней мере. Хоть один патрон есть, один выстрел есть. У-у-у-у-у, жутко. Надо идти на коттедже. Надо хотя бы коттеджи успеть пометить. Если там никого нет, и мне удастся пометить, то я считаю, уже рейд не зря вышел. Уже можно будет погыбнуть. Нормально взять патроны хотя бы. Ну, патроны, чтобы не взять, вообще ноль. Это первый раз со мной такое. на лазурке воюют пацаны не надо тихо вроде никого не вижу никого не слышу не убивайте я мырный мырный я 15 секунд терпи казак атаманом будешь да ладно я поставил маяк ну что неплохо неплохо пойдем тогда санаторий может и там повезет тайничок еще глянем может патроны хотя бы дай патроны но тазик о да то что надо 919 у меня как раз еще и люгеры есть на него вот это вот это были нам лазурки там весело все зашибись живем пацаны есть пекарь целый значит надрать задницу шансы есть кому-нибудь надо обходить теперь не только чувака мы все что шевелится как раз парковка наверху и там дикие трутся а ведь когда они не нужны часах там куча целая потирают руки думают где же там диза этот голенькой бегает сейчас мы его наказывать будем жестоко наказывать что-то кто-то есть дикий там лазит или не дикие то и пофиг нормально нормально блин и на гэсе что-то шмаляю подождите парни я своя мырный мырная а сейчас мы делов наделаем все уже за дикими выехали назначено торопиться мне тормозить вообще не вариант да я никого не слышу рискнем последними зубами опа здравствуйте нам она тут их встретили пацаны не стреляйте я только спросить прилетит не прилетит в голову фантастика потому заберем получилось все пошли тогда на чупа-чупс смотреть картотеки все тайники и домой выходить и пока сюда не приперлись эти ребятули давай завалимся диких тоже не вижу нормально тут уже лутали да вот али опа нифига ты чё тут делаешь блин выдержал выстрел в голову потому что люгер да ладно это там лазишь я быстро докидаю патроны нифига здесь дикий окажется наверху прикинь трутся это же не челобот а нет открыт картотеки или это челобот но нет он ведет себя как просто бот он реально как просто бот все патронов нет натас блин нет надо избавиться от него там уже лутать пошел ты о есть готова так 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 сразу докидаю патроны вот так вот все полный магазин бронера бронера сгруз брать не брать не буду наверное шлемак возьму вдруг еще кого-то сейчас на шумок прибежит какой чувака вдруг повезет и тут раз уж фартит в этом рейде то до конца пусть фартит да даже без топора просто с голыми руками вышел память надо менять а там не только не столько памяти я не то чтобы прям вот сидел сидел такой о пойду на берег и забыл все без мораль тилит мать его авербанк мы его под сумок вот так вот ну все получается я предлагаю знаешь когда так сделать раз уж на то пошло я тогда посмотрю все перед выходом тайники какие знаю здесь их целая куча на этой стороне получится найти флешку зашибись нет так нет мучить вас этой беготной туда-сюда не буду уже по сто раз от этих тайников друг от дружки бегал так чисто вырезками там чупа-чупс там вышка сотовая вот он тайник понимаете да где это примерно вот у нас ничего окей 2 под вышкой и на выходе стреляют уже значит на выход пока не варианты тело бронежилет пойдет пошли дальше вдоль же дошел вон она вышка сотовая туда спустился вот gd и до упора до стеночки тут под деревьями кустах для меня эти парни напрягают честно говоря я думал с этой стороны пойти но пожалуй я пойду тогда через три тайника у дома и потом по краю карты наверное по тайникам нам надо время немножко потянуть чтобы они тут и диких отстреляли если вдруг захотят их лутануть чтобы они разобрались тут с лутом боец из меня не али не пушки не снаряги а вот было бы оптика можно было бы попялиться как бы везет так везет да но лишний раз на рожон лезет этот по моему куст да вот камень как камни хата разбитая изба вот они деревья обрубки вот он тайник в тайнике опачки да ладно нифига еще и бастион спасибо спасибо я не верю в эту удачу если я выйду из этого рейда то надо будет это дело отметить а время на кпп есть вариант есть пошли туда он по моему не работает и не горит прожектор не работает блин плохо плохо значит фартит да не до конца надо выйти любой ценой выйти чуть-чуть время придется потянуть но по максимально безопасной тропинке тогда постараюсь выйти вдоль карты прям по краешку по нуботропкам нуботропки сейчас мало кто смотрит ну что нубов не так много у новичков я имею ввиду без негатива к новичкам четко зачистили все может быть как раз за дикими то я охотились тут есть тайники по пути в корягах там на жиды но мне они уже не интересны и впереди будет один тайник я на него прям наступлю вот его можно будет посмотреть а остальное не менее если я вынесу сейчас эту флешку то это решит большой вопрос с висиком я теперь буду хоть спать спокойно без этой флешки не надо будет отвлекаться ходить в рейды за диких за этой флешкой да чё вы парни я думаю времени предостаточно было вам и залутаться и постреляться и поразвлекаться надеюсь прошло достаточно времени для того чтоб они вышли и недостаточно времени для того чтоб новые дикие появились о кек водка во вот это надо фарт промыть это подшипники плавятся столько бегать что нормально все дис поймал просто идеальный тайминг между выходом и спауном получается так да все четко получилось просто нет нереально это я не верю в такой рейд вот это пруха вот это везуха афигеть я вышел зашибись передаю флешку мутное дело квест для егеря мы закрываем забираем две сотых всего лояльности но до следующего уровня доверия нам остается совсем ничего чуть-чуть еще пару-тройку квестов и готово закрываем игра наверняк надо было выжать и выйти с локации пометить два маяка затарить мы это сделали за счет того что апнул 25 уровень теперь прапор подваливает с квестом поставщик нужно найти его фсс снаряды пять штук один имеется в складе в схроне и один военный аккумулятор надо будет где-то нарыть ну чё тогда поехали на завод все планы на сегодня я выполнил а времени еще остается чутка так что можно взять дешманский варик типа впо взять на него патроны бронебойные ключ от завода возьму да и все завод день в общем будем делать несколько квестов сразу тарковский стрелок друг запада если получится может быть еще в админке кого-нибудь подстрелим в общем пару-тройку рейдов залетим сюда цель рейда конкретно чвк и нужно убивать чвк с дистанции менее 25 метров так что умирать буду умирать буду больно жестко возможно гореть будет нового пару-тройку чвк пока не подстрелю не вылезу с завода все меньше потом следующий выпуск останется так пошли в админку сразу купает а про меня дики туда ты говоришь а тут дистанция не алё не ли не пойдет мне надо что-нибудь поближе во 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 примерно вот эта вот фигня не устраивает как раз еще и в администрации да у меня же тут еще есть квест как вам фамилия то этот взять пробник надо он тут во второй дверь возле шкафа реагент ну понятно окей зато он мне руку сломал и это хорошо я не речил руку полностью персонажа выручил кроме руки уже двое бегут сайгаки может быть получится еще из треймора шмальнуть в голову там в состоянии треймора с переломом конечности надо вольнуть в голову двух чвк о бежит вижу опа а ну-ка 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 наш клиент наш клиент зашибись один готов шел процесс бег сюда его там у нас двое еще было в админке пойдем их тогда кошмарить там шесть человек мне надо будет в админку конечно с болтовкой туда идти глупо я же самый обычный игрок без всяких там талантов плане пвп картотеки шушат слышно что там делаешь их там двое что ли пик чик выходи за что ли да вы чё серьёзно сразу обезболу жахнем и надо ждать треймор должно пройти какое-то время там треймор то не сразу появляется ой-ой-ой война жёсткая ну давай 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 то сейчас они друг друга перебьют у меня никакого шанса даже не останется пошли проверяй о идет и вы чё придумали-то по есть треймор все ништяк не пойдет так все слышу есть инфа в тоннеле спрыгнул, да? точно так подо мной и это чувака ну давай, братюня удивись, старика ой-ой-ой у него сайга там страшный парень там бро, не стреляй блин не надо бро 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 чё ты придумал-то? давай уже ауч твою маковку капец он меня наказал а мне лечиться нечем ну давай ну давай хоть одного в голову пока тремор ну давай по-прянски ты же пострелял по мне да я по тебе постреляю по-прянски ой-ой-ой мать ай не попал ой да ладно прям тут же и опять же ты сюда же ой-ой-ой-ой опа Интересный трюк проделал со мной. Он спугнул меня, пока я стоял в прицеле. Просто выстрелом. Надо взять на вооружение этот трюк. Ой, подожди. Чего ты? Отстань. Мне Диккен не нужен. Есть, Тремор. Ты кто? Подожди. Ну нафига ты мне тут нужен? Зачем ты приперся сюда? Ладно, пойдем тогда в административку. Там посмотрим. Там вроде бы кто-то перед этого самого. Кто-то шатался. Попробуем там подловить. Получится, получится. Нет, так нет. Я у меня уже... Все. У меня уже перегрев начинается. Скоро полыхнет. С этим квестом. Ага, слышу. Оба-на. Там кто-то есть. Зашибись. Где-то не по мне стреляли. Есть же тут 25 метров, я думаю. Ну что там? Все самому придется делать, да? Ты кто такой? Ой, это был Юсек. Зашибись. Есть. Кабанчик. Ну не знаю. 25 метров, по-моему, тут... Больше чуть-чуть, не? Да и пофиг, давай. Давай. Вы-то в административке же все происходит. Давай. Отказался. По железу пошел вот так где. Куда на выход уже? Опа. Хля, кому-то. О-о-о. Твою дивизию я выжил каким-то хреном. Но это ненадолго. Главное, что я убил его. Застрелил. А то, что я сейчас погибну, это уже не страшно. Это был еще один. В административке. Вот. Вот теперь уже не так. Накаливается. Да ты что, серьезно? Давай уже, либо выходи, либо вали отсюда. У меня бы чуть-чуть подлечиться бы. Хотя бы кровь остановить. Что бы жить можно было. Вау, у меня голова отвалилась. Последний момент. Есть, смотри, гемостатик есть. Есть. И фак. Все, у меня одна рука только осталась. Правая. Правая рука есть, уже от одиночества не умру. А, нет, не получится. У меня из-за того, что все черное, у меня энергия просто исчезла. Смотри, четыре единицы осталось. Одна единица. А, ну все. Может, по руке хотя бы опознают. Скажут, вот, смотри, какая рука мощная. Нет, смотри, не умираю. Это было не в голову. К сожалению. К сожалению. Ничего страшного. Я в голову смогу и на обычной локации добить. Там дистанция-то не нужна. Вот это мы заберем подругу с запада. Считай, еще двоих юсеков застрелил. Это еще плюс в друг запада квест. Ну окей. Не удивил. Все, последний жетон передаю по квесту друг запада. Часть первая. Теперь остается только двух ЧВК еще подстрелить. И можно будет закрывать этот квест. А значит, мы сможем приступить уже к квестам миротворца после этого. Давай оружейник часть восьмую сделаем. Нужно модифицировать АКМ. Нужна ручка FortisShift. Глушитель. Магазин MagPool на 30 патронов. Эргономика нужна выше 42. Сумма отдач меньше 350. Прицельная дальность 800 и выше. А у меня тут уже все готово. АКМ в общем купил. Купил АКМ в хорошем состоянии. Чтобы его можно было сдать по квесту 100 из 100. Первое, что нам надо это FortisShift. А FortisShift цепляется на цевье. По трубке фильтра по связи. Заходим в оружейные части. Критические цевья. И самое дешевое СЕЕЕЕ. Это цевье нам подходит. Оно у меня лежало как трофейное. Так что его я и буду использовать. Можете тоже покупать его. Ставим это цевье. И на это цевье. Ставим FortisShift под цевье. Фильтр по связи. Оружейные части и моды. Это критические. Нет, не критические. Функциональные тактические. FortisShift. Она тут стоит денег. Но без нее квест никак не выполнить. Поэтому придется покупать, если нет. Где-то в заначке. Ставим тактическую рукоятку. И переходим к глушителю. Чтобы глушилу натянуть, надо ему прицелу этот. Дульное устройство снять. Которое имеется если. Фильтр по связи по оружию. Оружейные. Функциональные дульные. Модератор. Гексагон. Он подходит. Недорогой глушила. Его покупаем. Дальше фильтр по связи по оружию. Нам необходимо в элементах снаряжения. Купить магазин. Pimac. Зеленый вряд ли подойдет. Не знаю, не проверял с зеленым. Но я всегда брал черный. И поэтому я сейчас тоже возьму лучше черный. 36 доляров. Его покупаем. Он подходит. Дальше нам нужна будет эргономика и отдача. Это естественно пистолетная рукоятка и приклад. Старую рукоятку снимаем. Старый приклад снимаем. И фильтр по связи по оружию. Сразу находим все это добро в оружейной части. Критические пистолетные. Со тапка. Черную или FDE светлую. Разницы нет. Плюс 11 эргономики. Дешево и сердито. Дальше. Фильтр по связи. То же самое проделываем. С глушить. Ой, с этим. С прикладом. Приклад можно дешманский. Фаб Дефенс УАЗ взять. Он недорогой. Но при этом эргономики плюс 16. Отдача 38% сокращает. Это то, что нам надо. Устанавливаем. Дальше нам нужно прицельную дальность поправить до 800 метров. А для этого понадобится менять крышку ствольной коробки на бастион. Целик снимаем. Крышку ствольной коробки старую снимаем. Фильтр по связи по оружию. Оружейные критические крышки. Бастион. 6.325 рублей копейки. Но зато то, что нам надо. Минус 1. Отдача эргономика плюс 5. Устанавливаем. И по этой крышке теперь фильтр по связи. Забираем прицел оружейный. Функциональные. Прицелы. Штурмовые. Сиг Браво можно взять. 800. Прицельная дальность эргономики. И минус 2 всего. Он нам подходит. Я его и ставлю туда. Все. Автомат Калашникова АКМ готов к сдаче. По квесту. Все параметры, которые требовались. Как по модулям, так и по настройкам. Выполнили. Такой автомат можно вполне использовать и самому. Единственное, я бы тут еще фонарик присобачивал. И рукоятку тактическую поменял бы на более дешевую. Оружейник 8 сдаем. Передаем АКМ. И завершаем квест. Забираем 2 монеты биткоина. Забираем кучу евро. Награда хорошая тут. Открывается оружейник. Часть 9. АКС 74Н. Будем модифицировать в следующем выпуске. Тут ничего сложного. Здесь чисто зенитовское все. Так что соберем без проблем. На сегодня у меня все. Всем спасибо за просмотр. Надеюсь выпуск вам понравился. Хорошего настроения. Увидимся, услышимся в следующем выпуске. До свидания.